За последние четыре десятилетия в мировой геологической отрасли произошли коренные изменения. Первое. В настоящее время поверхность Земли во многих странах уже хорошо исследована. Вероятность случайного открытия месторождений на поверхности резко сократилась. И на передний план уже давно выдвинулась проблема достоверного глубинного локального прогноза. Второе. Для большинства полезных ископаемых основное промышленное значение имеет целенаправленный поиск крупных и богатых месторождений, дающих 80% всей добычи полезных ископаемых. Особую важность эта проблема имеет для России, где минерально-сырьевая отрасль имеет главенствующее экономическое значение. А в последние 20 лет в результате разрушения геологической отрасли идет интенсивное исчерпание запасов полезных ископаемых. Так, по данным бывшего министра геологии СССР Козловского, до 2025 года произойдет почти полное исчерпание разведанных запасов нефти, газа и свинца. Почти трех четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова. Запасы алмазов и золота могут оказаться полностью исчерпанными уже к 2015 году, а серебра и цинка – к 2020 году. Для обеспечения промышленности и сельского хозяйства нужным минеральным сырьем в современных условиях необходимы количественные прогнозирования на глубине всех промышленных параметров месторождений. Первое – их размеров. Второе – запасов полезного ископаемого. Третье – его содержание. Четвертое – качество минерального сырья. И этот прогноз надо сделать до проведения дорогостоящих и долговременных буровых разведочных работ. Определение заранее указанных промышленных параметров даст возможность заблаговременно рассчитать рентабельность добычи месторождения глубинным шахтным способом. А это принципиально другой уровень по сравнению с добычей месторождений на поверхности, где добыча карьерами является достаточно простой и недорогостоящей. К сожалению, ни геологическая наука, ни геологическая практика, ни у нас в стране, ни в мире оказались неготовыми к принципиальному изменению условий прогнозирования. Реальная достоверность геологического прогноза составляет в настоящее время 5-10%. То есть ошибка современного прогноза месторождения в мире составляет 90-95%. В связи с тем, что я в течение 40 лет руководил прогнозными работами по хоздоговорам с производственными предприятиями, горно-богатительными комбинатами, георазведочными экспедициями, то для кардинального увеличения эффективности геологической отрасли мной уже более 30 лет назад была разработана принципиально новая количественная система прогноза, в том числе глубинного. Применение новой системы прогноза позволяет уже после поисковых работ и, что важно, до начала дорогостоящих и длитных горно-буровых разведочных работ получать количественную информацию. Первое. Какова вероятность обнаружения промышленного рудного объекта в данном месте, в том числе на глубине? Второе. Как вывести достоверность прогноза на уровень выше 80% вместо обычных 5-10%? Третье. Каковы размеры этого объекта? Четвертое. Величина запасов полезного ископаемого. Пятое. Содержание полезного ископаемого. Шестое. Качество минерального сырья. Эти данные позволяют заранее рассчитать рентабельность добычи полезного ископаемого и определить целесообразность не только добычи полезного ископаемого на данном объекте, но и целесообразность его разведки. Разработка и апробация новой системы прогноза проведена на территории хорошо изученных рудных полей и месторождений различных металлических, неметаллических и жидких полезных скопаемых. Влагопита, мусковита, графита, диапсидового, кварцевого, польвошпатого сырья, лития, рубидия, цезия, тантала, необия, бериллия, горного хрусталя, медно-никелевых руд, облицовочного камня, гранитного щебня и подземных водоисточников. Всего исследовано 40 месторождений, 18 полезных скопаемых в 15 рудных полях. При разработке системы количественного прогноза использовался большой комплекс методов исследования. Первое. Крупномасштабное геологическое кортирование рудных полей и месторождений по формально однозначной методике Бориса Михайловича Раненсона. Следует подчеркнуть, что только эта методика геологического кортирования, разработанная Раненсоном, дает необходимую и достоверную информацию для достоверного прогноза месторождений. Второе. Геофизическая съемка. Электроразведка несколькими методами магниторазведка и другие. Третье. Геохимическая съемка. Четвертое. Термобарогеохимические исследования и кортирование. Декрепитация, гомогенизация, газово-хроматографический анализ, газово-жидкие включения. И другие методы. Всего использовано 20 методов исследования. Разработка поисково-оценочных критерий производилась на эталонном участке или группе участков, где устанавливались количественные связи между геологическими, геофизическими, минералогогеохимическими, термобарогеохимическими и другими исследуемыми критериями с одной стороны и указанными высшими промышленными параметрами с другой стороны. Расчет достоверности локального прогноза рудных тем производится по разработанному мной критерию поисковой вероятности. В качестве оптимального уровня поисковой вероятности выбрана величина 80%. Эта величина достоверности прогноза выбрана потому, что с повышением финансовых затрат уровень достоверности пропорционально растет. Но после уровня достоверности 80% дальнейшее повышение финансирования работ приводит только к очень незначительному повышению достоверности прогноза. Для достижения этого оптимального уровня прогноза к основному геологическому поисковому критерию, дающему от 50 до 70% поисковой вероятности, на месторождениях редкометальных пигматитов добавлялся геохимические критерии, на месторождениях графита – геофизических критерий, на месторождениях мусковита и флагопита – термобарогеохимические поисковые критерии. Фактически уровень достоверности прогнозов, установленный при заверке этих прогнозов георазведочными и эксплуатационными работами, составил от 83 до 93%, что в 8-9 раз выше, чем в современной мировой геологии. Рассмотрим пример расчета поисковой вероятности на комплексных редкометальных пигматитах района Вороньих-Тунтр, Кольский полуостров. Так, сейчас где, как тут вывести? Что-то здесь исчезло, это самое. Не работает. Не работает? Да, что-то не работает. Надо сказать. Давайте, да. Как вывести? А, навязывайте. Сенсорный способ. Это схема геологического строения и геохимической сезеносной аномалии на участке прогноза. Вот на этом примере мы посмотрим, как производится прогноз. В этом рудном поле установлены следующие поисковые критерии. Жилы пигматитов с наиболее ценным комплексным редкометальным оруднением, литий, рубидий, цезий, тантал, необий, берилли, провороченный конфиболитом. Литологические критерии. Наиболее важные в промышленном отношении редкометальные пигматиты находятся в пределах полнотундровской свиты. Стратеграфические критерии. Третьи. Жилы комплексных метальных пигматитов приурочены к двум сопряженным системам пологих разрывов веоробразных антиклинальных складках. Геолого-структурных критерий. Четвертый. Вокруг пигматитов в зонах биотитовых региональных метсоматитов формируются геохимические ареолы. Вот он, этот геохимический ареол. Литий, рубидий, цезий. Геохимические критерии. Вокруг рекламентальных пигматитов фиксируется аномалия декриптометрического поискового коэффициента. Термобарогеохимические критерии. И наиболее ценные полуцетоносные пигматиты фиксируются по коэффициенту цезаиностики выше 40%. Величина поисковой вероятности геологического критерия в данном районе составляет 65%. Поисковая вероятность геохимического критерия 50%. Для участков с благоприятным сочетанием всех критериев общая поисковая вероятность составляет 83%. По прогнозу моему, с использованием указанных критериев была открыта промышленная жила комплексных редкометальных пигматитов. Кроме того, на данном участке, на прогнозном, в замке верообразной антиклиналии, как мы видим, установлены крупной площадью 600 тысяч квадратных метров геохимические аномалии в зонах биотитов и метсоматитов. Вот это огромная аномалия. Здесь содержание цезии в пустых вмещающих породах составляет от 0,01% до 0,1%. Следует отметить, что содержание цезии в 0,1% в этой вмещающей горной породе близок к промышленному содержанию цезия на его месторождении в пигматитах. Коэффициент зазеносности, то есть отношение цезия к сумме цезия-лития-рубидия в этих пробах от 40% до 80%, что свидетельствует, что это действительно цезийносный комплексный пигматит. По сочетанию поисково-оценочных критериев на дальнем участке прогнозируется крупнейшая в мире жила цезийносных комплексных редкометальных пигматитов 40% мировых запасов цезия и промышленный запас еще 8 полезных скопаемых в одном месторождении. Критерии оценки размеров рудных тел. Размеры рудных тел, их длину, мощность, вертикальные параметры рудненения можно определить по величине исследованных поисково-оценочных критериев геологических структур, а также по размерам геохимических, геофизических и термобарогеохимических аномалий. В данном примере приведены карты декрептометрических аномалий и размещения пропышных филогопитоносных тел на месторождении Южном. Это крупнейшее было месторождение в мире в свое время по флагопиту. Вот здесь обозначены промышленные флагопитоносные тела. В частности, вот эта зона 19-20, вот она показана, открыта по моему прогнозу, вот такому высокоточному количественному прогнозу, с запасами 40 тысяч тонн. Это была в то время крупнейшая в мире флагопитоносная зона. И вот здесь, на этой карте, наблюдается точное совпадение декрептометрических аномалий с промышленными, известными, разведанными флагопитоносными зонами. В то же время в северной части вот этого месторождения была обнаружена аномалия, которая не соответствует флагопитоносной зоне. И вот по прогнозу, под этой аномалией была обнаружена разведанная, в дальнейшем забыта на глубине 60 метров ее верхушка. Это вот зона 25. Вот она показана. Значит, запасы этой зоны были спрогнозированы по графику. Вот. По графику специальному, который сейчас я покажу. И были обозначены в количестве в количестве 5000 тонн. Значит, после разведки и добычи фактические запасы этой зоны были установлены в количестве 5400 тонн. То есть, достаточно близки к тому, что, значит, было определено по этому прогнозу. Это критерии оценки размеров. Содержание полезного ископаемого определяется по количественным корреляционным зависимостям между этим параметром и исследуемым критерием. В качестве примера на данном графике показано соотношение между содержаниями графита и коэффициентом электронизотропии. Это запатентованный такой метод прогноза. Вот. Мы видим на этом графике, что по коэффициенту электронизотропии, а это глубинность его достаточно высокая, можно прогнозировать месторождение на глубине и до 100 метров. Так вот, выделяется от графитоносной породы с содержанием от 1 до 3 процентов, от 3 до 9 процентов, от 9 до 18 процентов и выше до 18 процентов. Кроме этого, как видно на данном графике, можно определять и глубинность. Вот здесь написано 0 метров, 10, 20, 40, 50 метров. Глубинность залегания вот этого прогнозируемого графитоносного тела. Критерии оценки процента выхода блоков облицовочного камня. На месторождениях облицовочного камня, этого востребованного полезного ископаемого, стоимость продаж в 2,5 раза выше, чем у алмазов. Одним из важнейших промышленно-экономических показателей является процент выхода блоков из горной массы. Однако, фактическая достоверность оценки выхода блоков по известным существующим методам составляет всего 10%. Для существенного повышения достоверности оценки процента выхода блоков мной совместно с Ларисой Ивановной Шестаковой разработаны и запатентованы принципиально новой методикой оценки выхода блоков. достоверность разведки месторождений повысилась до 80-90%, то есть в 8-9 раз выше, чем в существующей методике. Критерии оценки запасов полезных ископаемых также определяется по зависимости между запасами и одним из исследуемых параметров. В частности, для флагопета была такая установлена зависимость и она позволила достаточно точно определять содержание флагопита. Оценка качества минерального сырья особенно важна для неметаллических полезных ископаемых, а для кристалла сырья часто является наиважнейшей, так как цена на неметаллические полезные ископаемые иногда меняется в 10 раз в зависимости от качества. Мною сотрудниками разработаны экспрессные, в том числе полевые методы для определения различных качественных характеристик разных неметаллических полезных ископаемых. Например, существует большая проблема для определения качества кварцевого сырья. Для производства выскочистых кварцевых стекол требуется сырье с минимальным количеством примесей, что является большой редкостью. достаточно сказать, что в СССР такое высокочистое качество кварцевого сырья ввозилось из-за рубежа, из Бразилии. Как выяснилось, при наших исследованиях большую информацию о качестве кварцевого сырья дает анализ газов, газов жидких включений в кварце. В результате исследования 37 месторождений СССР и Бразилии было установлено, что существует четкое соотношение между сортностью кварцевого сырья, его общей газонасыщенностью и концентрацией углекислого газа в газов жидких включениях. Результаты апробации системы количественного прогноза. В результате проверки 76 прогнозов сделанных с помощью указанной количественной методики было открыто, оценено и разведано 70 промышленных тел 18 твердых жидких и жидких полезных ископаемых. В том числе первое 17 промышленных тел калево-полевашпатого сырья с запасами 27 миллионов тонн Алданский район Якутия. 5 промышленных тел натрия углево-полево-полевашпатого сырья с запасами 3 миллиона тонн Южной Карелии. 3. 6 промышленных флагопитоносных тел с запасами 68 тысяч тонн флагопитов сырца Алданский район 4. 8 промышленных московитоносных тел с запасами 28 тысяч тонн Мамско-Чуйский район и Северной Карелии. 5. 9 промышленных граффитоносных тел с запасами 6,5 миллионов тонн Алданский район и Южной Карелии. 6. 1 комплексное рудное тело с литием, рубидием, цезием, танталом, необием и бериллием Кольский полуостров. 7. 12 промышленных тен облицовочного камня с запасами 2 миллиона кубометров Южной Карелии. 8. 7 промышленных тел высокопрочного щебня с запасами 500 миллионов кубометров Южной Карелии. 9. 1 грудное тело Олова, Приморье, Дальний Восток. 10. 5 подземных водоисточников с общим дебетом 300 кубометров воды в сутки Северная Карелия, Южная Карелия и Московская область. Среди указанных объектов 4 имеют государственное или мировое значение. Самое богатое в мире месторождение высококачественного графита с его средним содержанием 27%. Третье в мире месторождение натру для наземистого полево-шпата и другие. Общая стоимость минерального сырья в недрах 17 миллиардов долларов в США. Добыто сырья на 2,7 миллиарда долларов. На основе приведенных данных можно сделать следующие выводы. Первое. Система количественного локального прогноза отвечает всем современным требованиям в условиях необходимости повсеместного перехода на высокоточное глубинное прогнозирование. Второе. Эта система позволяет количественно оценивать вероятность обнаружения промышленного объекта и довести достоверность прогноза до 80% и выше. Третье. Также в этой системе разработаны способы количественной оценки на поисковой стадии промышленных параметров размеров и запасов рудных тел содержания качественного минерального сырья. Четвертое. новая методика позволяет прогнозировать крупные и богатые месторождения, в том числе и на глубине промышленные объекты, которые дают 80% добычи всех полезных скопаемых. Пятое. С помощью новой методики прогноза возможна оценка рудной специализации комплексных месторождений. И, как уже отмечалось, апробация новой системы позволила открыть и оценить разведать 70 промышленных тел 18 твердых жидких полезных скопаемых. Результаты апробации системы количественных прогнозов свидетельствуют о повышении эффективности георазведочных работ более чем в 10 раз. Объемы бурения уменьшаются до 10 раз. Седьмое. Представляется перспективным дальнейшее развитие системы количественного прогнозирования на месторождениях различных полезных скопаемых с целью существенного повышения эффективности георазведочных и горных эксплуатационных работ. Благодарю за внимание. — Китай поставляет 95% мировых поставок редкоземельных материалов. С чем, на ваш взгляд, это связано? Раз. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы считаете, что вся территория России поверхностно уже обследована? И уже, так сказать, только надо глубинные обследования делать? — По поводу Китая. 95% китайской добычи приходится на редкие земли. По некоторым другим полезным ископаемым их доля в мировой добыче значительно ниже. По некоторым у них есть дефицит. — По редким землям, да, действительно, пока что они являются крупными мировыми лидерами. — Что касается территории нашей страны. Я не могу сказать, что она изучена на 100%, но я думаю, что в дальнейшем, ну, по крайней мере, как минимум 80% вновь разведанных, открытых и разведанных месторождений будут приходиться на глубины месторождения. Особенно это важно для тех рудных районов. Есть такой принцип, так сказать, в геологии — ищи руду около руды. Поэтому очень много работ проводится обычно в рудных районах, в которых уже известны месторождения. Так вот, эти рудные районы действительно исследованы весьма детально. Весьма детально. И вот наш опыт показывает, что да, можно открывать единичные месторождения, но это уже значительные, меньше такие возможности, чем открытие на глубине. Спасибо. 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 Спасибо.